Погружённый в глубокое созерцание. — Смотри, как эти складки колышутся теперь, и как стало понятно, что ими играет ветерок. — Юноша, юноша, никакой учитель тебя не научит тому, что я показываю тебе сейчас. Один лишь Мабуза знал секрет, как предавать жизнь фигурам. Мабуза насчитывал только одного ученика — меня. — У меня же их не было совсем, а я стар. Ты достаточно умён, чтобы понять остальное, на что я намекаю. Говоря так, старый чудак тем временем исправлял разные части картины. Сюда наносил два маска, туда один. И каждый раз так кстати, что возникала как бы новая живопись. Живопись, насыщенная светом. — Видишь ли, милый, только последние мазки имеют значение. Парбуз наложил их сотни, я же кладу только один. Никто не станет благодарить за то, что лежит снизу. Запомни это хорошенько. Наконец демон этот остановился и, повернувшись к онемевшему от восхищения Парбусу и Пуссену, сказал им. — Этой вещи ещё далеко до моей прекрасной нуазезы. Однако под таким произведением можно поставить своё имя. — Да, я подписался бы под этой картиной, — прибавил он, вставая, чтобы достать зеркало, в которое стал её рассматривать. — А теперь пойдёмте завтракать, — сказал он. — Прошу вас обоих ко мне. — Вот молодой человек небеспособности, — добавил он, ударяя по плечу Николая Пуссена. Тут, обратив внимание на жалкую курточку нормандца, старик достал из-за кушака кожаный кошелёк, порылся в нём, вынул два золотых и, протягивая их Пуссену, сказал. — Я покупаю твой рисунок. — Возьми, — сказал Парбус Пуссену, видя, что тот вздрогнул и покраснил от стыда, потому что в молодом художнике заговорила гордость бедняка. Возьми же, его мошна набита туже, чем у короля. Они вышли втроём из мастерской и, беседуя об искусстве, дошли до стоявшего неподалёку от моста Сан-Мишель красивого деревянного дома, который привёл в восторг Пуссена своими украшениями, дверной колотушкой, оконными переплётами и арабесками. Будущий художник оказался вдруг в приёмной комнате, около пылающего камина, близ стола, уставленного вкусными блюдами и по неслыханному счастью в обществе двух великих художников, столь милых в обращении. «Юноша», — сказал Парбуз новичку, увидев, что тот уставился на одну из картин, «не смотрите слишком пристально на это полотно, иначе вы впадёте в отчаяние». Это был Адам. Картина, написанная Мабузу за тем, чтобы освободиться из тюрьмы, где его так долго держали взаимодавцы. Пуссен смотрел с беспокойным любопытством то на старца, то на Парбуса. Он подошёл к последнему, вероятно намереваясь спросить имя хозяина дома, но художник с таинственным видом приложил палец к устам, и юноша, живо заинтересованный, промолчал, надеясь рано или поздно, по каким-нибудь случайно обронённым словам угадать имя хозяина, несомненно, человека богатого и блещущего талантами, о чём достаточно свидетельствовали и уважение, проявляемое к нему Парбусом, и те чудесные произведения, какими была заполнена комната. Увидя на тёмной дубовой панели великолепный портрет женщины, Пуссен воскликнул, какой прекрасный Джорджоны. — Нет, — возразил старик, — перед вами одна из ранних моих вещиц. — Господи, значит, я в гостях у самого бога живописи? — сказал простодушно Пуссен. Старец улыбнулся, как человек давно свыкшийся с подобного рода похвалами. — Френховер, учитель мой, — сказал Парбус, — Если бы вы разрешили мне взглянуть на вашу прекрасную Нуазезу, я создал бы тогда произведение высокое, большое, проникновенное, и фигуры бы написал в человеческий рост. — Показать мою работу? — воскликнул в сильном волнении старик. — Нет, нет, я ещё должен завершить её. — Вчера под вечер я думал, что я окончил свою Нуазезу. Её глаза мне казались влажными, а тело одушевлённым. Косы её извивались, она дышала. Хотя мною найден способ изображать на плоском полотне выпуклость и округлость натуры, но сегодня утром при свете я понял свою ошибку. Ах, чтоб добиться окончательного успеха, я изучил основательно великих мастеров колорита. Я разобрал, я рассмотрел слой за слоем картины самого Тициана, короля света. Только распределение света даёт видимость телам. О, природа, природа! Кому когда-либо удалось поймать твой ускользающий облик? Старик помолчал, затем начал снова. Вот уже десять лет юноше, как я работаю. Ну что значит десять коротких лет, когда дело идёт о том, чтобы овладеть живой природой? Нам неведомо, сколько времени потратил властитель пигмалион, создавая ту единственную статую, которая ожила. Старик впал в глубокое раздумие и, устремив глаза в одну точку, машинально вертел в руках нож. «Это он ведёт беседу со своим духом», — сказал Парбуз полголоса. При этих словах Николай Пуссена охватило неизъяснимое художественное любопытство. Старик с бесцветными глазами, сосредоточенный на чём-то и оцепенелой, стал для Пуссена существом, превосходящим человека. Предстал перед ним как причудливый гений, живущий в неведомой сфере. Откровенное презрение этого старика к самым лучшим начинаниям искусства, его манеры, почтение, с каким относился к нему Парбуз, его работа, так долго скрываемая работа, осуществлённая ценой великого терпения, и, очевидно, гениальная, если судить по эскизу головы богоматери, который вызвал столь откровенные восхищения молодого Пуссена и был прекрасен даже при сравнении с Адамом Мабузе, свидетельствуя о мощной кисти одного из державных властителей искусства, всё в этом старце выходило за пределы человеческой природы. Таким образом, для энтузиаста Пуссена этот старик преобразился внезапно в само искусство, искусство со всеми своими тайнами, порывами и мечтаниями. «Да, милый Парбуз», — опять заговорил Фрэнховер, «мне до сих пор не пришлось встретить безукоризненную красавицу, тело, контуры которого были бы совершенной красоты, а цвет кожи. Но где же, где же?»